Привет! Давно ничего не снимал, поэтому решил снять коротенькое видео о пополнении своей коллекции. Сходил как-то недавно в клуб коллекционеров и приобрел некоторые вещи. Давайте я вам покажу. Первое, что я купил, это пряжечка. Пряжка латунь или бронза. Очень высокий рельеф, качество, можно сказать, идеальное, прямо из-под штампа. Вокруг орла можно видеть следы оригинального покрытия. Здесь оно снаружи уже немного потерлось, а возле орла оно осталось. Такое отдает желтизной. Так, обратная сторона. Штамп ПАЭО. Это Санкт-Петербургский электро... Какой-то там, не помню, уже завод находился в Санкт-Петербурге. Это их клеймо. Значит, тут все цело. Ворота, зацеп все цело. В идеальном состоянии. Нет у этой петельки язычка. Но я его сделаю, если нужно будет. Не проблема. Вот. Смотрим, какой глубокий рельеф изнутри. Хороший штамп, хорошая форма, оттиск. Толщина отличная. Упряги. Такая достаточно увесистая. Упряжка. Купил я ее недешево. Цену озвучивать не буду. Ну, такие экземпляры попадаются очень и очень редко. Кладем в сторонку. Далее. Купил медальку. Ну, это немного раньше. За усердие. Это белый металл. Сплав никеля. С чем-то там еще. С медью, по-моему. Или цинком. Вот. Частная компания. Дмитрий Кучкин. Фабрикант второй гильдии. Оригинальная медаль. Тех времен. Сахаран. Качество. Отличное. Колодка новодельная. Колодку заказывал в интернете. Есть товарищ, который делает их и продает в городе Мценске. Найдете на мешке, если захотите. Лента. Станиславская. И промзвено. Промзвено посеребренное. Не настоящее. Настоящее пока, к сожалению, я не нашел. Большая редкость. Далее. Эту медаль я уже показывал. Раньше. Это дом Романовых. 300 лет. Значит, здесь тоже я сделал промзвено. В ней я купил. Готовое. В клубе. Это новодельное, но из латуни. Не из меди. У меня отстояло временное медное звено. Я купил латунное. Ну, чтобы, соответственно, уже гармонично все смотрелось. Та же колодка того же товарища. Только такая вот неравномерная патина. Смотрится достаточно убедительно. Так. Ну, это советская колодка. Я уже раньше эту медаль показывал. Колодочка под замену, конечно. Это временка. Или времяночка. Как это лучше. Вот. А здесь вот как раз стоит медное звено. Одиночное такое. Тоже будет меняться со временем. Вот еще есть у меня другая лента. Эти вот медали за усердие. Они носились как на вот этих лентах, так и на Станиславской. Станиславской, мне кажется, выглядит более красиво. Более нарядно. Та же колодка. Латунная. Подготовлена под другую медальку. Все та же колодка. Я бы просто показывал, как они могут по-разному выглядеть. То есть, есть такие вот более светлые. Есть потемнее. Где-то светлая была. Вот здесь вот. Вот можно видеть разницу. Это одна партия. Так. И мое последнее приобретение. Ну, не последнее, а, скажем так, крайнее. Мой поход. Это Георгиевский крест. Крестика оригинальный, серебряный. Колодочка новоотдельная. Покупалась отдельно. Причем это другой производитель. Если мы посмотрим вот эту колодку. И это видно, что здесь на клепочках. Здесь на этом самом, на пробивке. На формовке стоят эти штуки. То есть, делается специальная пробивка. Выдавливаются петли. И у них продеваются элементы. Вот. А здесь сделаны на клепочках. То есть, более серьезно подошли к вопросу. Номер креста определяется. Я его определил. Кому он был вручен. И в каком году. Причем определял номер я с трех разных источников. И данные полностью совпали. Вот такой вот красивый крест. Четвертой степени. Всегда мечтал себе в коллекцию. Георгиевский крестик. Промзвено я сделал сам. Значит, найти оригинальное промзвено из серебра достаточно сложно. Я нашел в интернете проволоку. Она идет как проволока серебро. Один миллиметр. Но это ни хрена не серебро. Это латунь и посеребряная. В принципе, как замена. Как на какое-то время пойдет. Единственное, что ее нужно тонировать. Я ее тонировал. То есть, я ее покрывал тонировкой. Способы тонирования серебра в интернете можете сами найти. Там есть три способа. Сера, яйцо и йод. Я использовал йод. Более быстрый способ. Вот. Серебро принимает такой тонированный оттеночек. Кое-где можно протереть до более блестящего металла. Но смотрится достаточно убедительно, как настоящая. Поэтому пока я буду искать оригинальную серебряную. Но на меня повисит на новодельной копии. Которая, в принципе, внешне мало чем отличается от настоящей. Вот. Ну и так же с крестиком был приобретен. Приобретена вот такая вот медаль. в идеальном состоянии. Сейчас я резко снаюду. Вот. Медалька. Красота. Прямо. За храбрость. Третья степень. 180. 2416. Номер достаточно короткий. То есть она даже в 200 тысяч еще попадает. Номер пока что я не определил. Но мне подсказали, что это где-то возле каких-то там стрелков. То есть номер близкий. Видимо, у кого-то есть похожий номер и он из этой серии. И он относится к сибирским стрелкам. Возможно, я тоже за такие же. Но я определю позже. Она красиво играет. Переливается. Патина красивая. Тоже повешу ее на такую колодочку с гергоской лентой. Вот. У меня есть заготовка. Ленту куплю. Звено сделаю сам. Затонирую. И будет в коллекцию медалька. То есть все это я буду оформлять потом на стенд. У меня будет такое панно декоративное на стенку по тематике Российской империи. Скорее всего, что это будет все на шинели висеть. Куплю кусок шинели. Красиво оформлю. Возможно, какую-то фотографию приложу. Вот. И сделаю красивое панно. Потом, возможно, сниму отдельное видео, как я это сделал. Ну, а пока все. До новых встреч. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока. Продолжение следует...